АМ Лига возвращается! Тысячи команд сразятся в 13 сезоне по новой системе проведения. Каждая команда после вылета из основной части турнира будет иметь возможность второго шанса попадания в плей-офф. Еще больше соперников и интересных поединков. Регистрация доступна для всех желающих до 8 ноября. Подробности на Dota 2 StarLadder TV. Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Спарроу, это StarLadder TV и у нас начинается игровой день про серии. Все перенесенные матчи, которые только могли состояться на прошедшей неделе, будут сыграны у нас сегодня. Три матча по расписанию на этом канале. Один матч будет сыгран на параллельном стриме, скорее всего, StarLadder 4, но это будет уже ближе к вечеру. Также хотелось бы сказать, что на этом канале вечером в 20.00 Сет будет гранд-финал такого замечательного турнира под названием Animal Challenge, где новая организация ищет для себя молодой состав. И как раз-таки там будет матч проходить по системе Best of 3 серии, будет играть Aspera против команды NK. Обе команды представляют у нас Pro-серию, и победитель, соответственно, получит 200 долларов себе в карман и замечательную организацию себе под крыло, скажем так. Также обещал я, ребят, рассказать по поводу квалификации в Pro, в Star, как это вообще происходит. Просили меня в чатике об этом пару слов сказать. Ребят, все очень просто. Смотрите, вы собираете коррективы своих друзей, или там своих хороших пацанов, или находите специально каких-то ребят там на форумах различных, и прочим-прочим. То же самое у нас в социалках в ВК есть такая возможность. Ну, в общем, собирайте стак, свой стак, после этого регистрируйтесь на один всего лишь фасткап. Вот, если вы собрали хороший состав, вы фасткап, соответственно, выигрываете, да? Ну, представим такую ситуацию. Вы выиграли фасткап, и победители фасткапов собираются все в одну квалификацию, допустим, если ты в АМ серии играешь, да, если у тебя нет никакого-то там имени или лиги под собой. После этого ты получаешь слот на квалификацию, допустим, всеми. Вот, и опять же, если состав твой позволит, ты выигрываешь и ее. Соответственно, ты уже находишься в 7 серии, и после этого получаешь слот на квалификацию в PRO. Этот весь путь, если у вас состав хороший, может занять 8 дней. Примером такой прыткости можно назвать команду Team Slark, где, ну, вот эта известная у нас команда в комьюнити, где менеджер Мэдисон, и именно он собирал этот состав, там чуваки с МК бахают. Кстати говоря, они будут у нас выступать сегодня в 16 под сету, плюс 1 Киев, плюс 1 Москва. Вот, будут они против Аспера играть, там тоже матч очень интересный за выход из группы в следующий раунд PRO серии на 13 сезон. Такие дела. Ты выигрываешь потом слот в PRO, а затем играешь в регулярном сезоне PRO, собственно, за чем мы с вами сейчас и наблюдаем. Ну, давайте уже переходить к матчу. Я думаю, все подробно рассказал тем, кому было интересно это, как все здесь проходит, как все устроено. Это же Ладер, Стар Ладер, это лестница. Вот, вот тебе, пожалуйста, вся лестница была расписана по полочкам. Что ж, несколько слов о коллективах, которые у нас играют. Опять же, повторюсь, это перенесенный матч. Энза против команды уважаемых кеков. Бывший тег этой команды Псис. Тоже пацаны в PRO серии не первый год уже играют, не первый сезон. Все пытаются, пытаются, и я думаю, что вот этот состав им может позволить выйти в Стар на следующий сезон. Пока что у них идет все отлично. Смотрим и заматчим группы А. Энза сейчас лидирует в этой группе. Занимают они первый слот. Вот, у них 4 игры, 3 победы и 1 ничья, 10 очков в запасе. Ну и Ува, тоже 4 игры, 3 вина и 1 поражение. Поэтому у них 9 очков, и вторая строчка остается за ними. Итак, смотрим, что тут в пик и банах происходит. Начнем с команды Энза. Сторона Дайра. Веспа себе забрали Эмберспирит, Квапу добирают. Уважаемые кеки отвечают Ускаром Тинни, Дезраптором и Виндрэнджер. Как я понимаю, Тинника взяли только потому, что боятся связки с Веспом. От Энза и правильно делают. Потому что если среди зрителей, которые присутствуют у нас сейчас на стриме, есть люди, которые любят следить за про-серией, они прекрасно знают вот эту команду Энза и что она вообще творит с этим Веспом Тинни, пацаны разрывают на раз-два. Опять же, всем, кому интересно посмотреть за тем, что происходило у нас на этой неделе, можете зайти на наш Ютуб-канал. Вот, ссылочки вы найдете все в социалке dota.sl.tv.tur, по-моему. Вот, и там все спокойненько посмотреть. Четвертый пик у нас от Энза. Здесь банницы, кстати говоря, Darkseer, SFSilencer и Slardar убираются. Радиант отвечают банам Doombringer, Nightstalker, Brudy и Spiritbreaker. Ну, в общем-то, из оставшихся персонажей, которые сейчас у нас частенько заезжают, какой-то алхимик еще свободен, в принципе, но ни Энза, ни Кеки не играли с этим героем на протяжении вот игровой недели, которая стартовала у нас. А из тех, кто под Веспа неплохо подходит, но вот Ember Spirit уже есть, не удивлюсь, если это будет какая-то дабла в мидле интересная. Также свободный, ну, не знаю, тут же Слен свободен еще. Если у нас Висп будет стоять не в мидле, а как-нибудь в легкую пойдет со своей мейнкерри. Также пока непонятно, куда Клопа отправится. Все-таки ротация между Ember Spirit и McQueen of Pain имеется. Какая-никакая дабла от Энза в миде, все-таки Ember Spirit и Висп смотрятся посильнее. Против кого они будут стоять? Скорее всего, это будет Виндрэнджер, Тинни будет фармить, Тускар Дизраптор. Как мне кажется, это два саппорта, и не хватает какого-то хардера. Но для Кеков Морф заезжает профессионально от Наусеа. Частенько мы с вами видели именно такого морфа в исполнении этого игрока в сложной линии. Не удивлюсь, если он сейчас займет там же место. Есть Висп, соответственно, ты кидаешь Адаптив Страйк, там четвертого уровня в силу перекачанной. Четыре секунды стан, пожалуйста, а Релокейт кастуется две секунды. Спокойно прилетают пацаны и разбираются с тем, на кого вот эта атака, нападение и пошло. Так это уже работало, но раньше они использовали Тинника, сейчас Тинни недоступен для них. Что за организация по поводу Animal Challenge, да, я так понимаю, вы спрашиваете. Это совершенно новая организация, ребят, как два месяца она появилась, и вот ищет себе молодой состав с помощью нашего сайта. Заключили они партнерство, как я понимаю, и вот, пожалуйста, как бы, чтобы заключить партнерство, нужно заплатить денежку и, соответственно, отдать призовое. Призовое там 200 долларов, это, если переводить в гривны, 4600, если я не ошибаюсь, но в гривнах я не особо разбираюсь, в рублях это около 13 тысяч. Ну, согласитесь, это неплохие деньги для начинающего коллектива, тем более, помимо денег, они получат еще и, я понимаю, заработную плату за то, что играет в доту, и какие-то выходы на профессиональную сцену, что тоже для новых ребят, которые нигде не светились, большой плюс. Вот, я не особо большим количеством информации владею по поводу этой организации, но если вы хотите посмотреть, у них вроде социалка в ВК есть, сейчас попробую ее найти и... Энима челлендж. Энима челлендж. Скажу вам ссылочку, можете посмотреть. Там не особо много подписчиков, и вообще сама по себе организация не особо-таки имеет какое-то, ну, какое-то имя в нашем любимом киберспорте. Да, просто в ВК-ком аниме, нижнее подчеркивание, Юнити. Можете посмотреть, зайти там и все записи, и вчерашнего плей-оффа тоже комментировал я на этом канале до двух или трех часов ночи вчера. Вот, игры были хорошие, там, посмотрите за проходом Асперы, собственно, по этому плей-оффу до гранд-финала. Здесь Легион Коммандер заезжает ласт пиком для уважаемых кеков, и, как я понимаю, да, Тускар Дизраптор 2, Саппорт, Эвент Рейнджер, Соло, Мид, Тини Фармити, Регион Коммандер в сложную линию. Что ж, неплохой такой пул героев от кеков. Я считаю, что у них здесь хорошая задумка имеется. Опять же, во-первых, вы сломали уже стратегию Энза, которую они задумывали со своим Тинником. Ну вот, Визаж набирается, второй Саппорт. Ну и, собственно, сейчас будем смотреть. По пику, конечно, мне кажется, что уважаемые кеки немного впереди. И не за счет того, что Тинника забрали, а вообще, если посмотреть вот так, ну, не разбирая там какие-то микро-моменты, да, ребят, там, какие дела. Надо РМК. Хорошо, у нас будет РМК. Думаю, это не проблема. Провели ребята пик, и я думаю, сейчас мы быстренько запрыгнем в новое лобби. Да, уже все дисконнектнулись. Так, уйдем мы на перебивочку небольшую. Сейчас, одну секунду, зайду я к ним в лобби еще разок. Не затянется это надолго. Конечно, неприятно, что у нас вот так вот день начинается, но все равно. День у нас будет долгий. Помню вам то, что все матчи проходят по Best of 2 системе. Вот, ну, я думаю, вам сейчас включу вот этот худ. Дождемся мы всех, ребят. Так вот, по поводу, опять же, того, что у нас происходит в Pro-серии на данный момент. Будет сегодня сыграно несколько матчей группы А. После этого, опять же, если опираться вот на вот это расписание, Дубхост будет сыграть с командой 420. Это у нас представители группы D. Там 420-я команда занимает второе место. Дубхост четвертое. Да, ну, игра у нас уже стартанула. Вот, здорово. Пики сейчас пройдут быстро. Я надеюсь, селлпик-то парни поставили. Ну, да. РМК на Олдпик. Все-таки пацаны шарят. Это приятно, что ребятки не забывают подобных вещей. Вот, ну, опять же, завершающим матчем на нашем стриме из Pro-серии на сегодня будет, конечно же, матч Тим Сларк против Аспера. Это, пожалуй, самый интересный матч, который нас ожидает сегодня. Вот, будет, опять же, интересно взглянуть на Асперу, которая, там, через несколько часов уже будет играть свой гранд-финал на аниме-челлендж. Ну, и также Тим Сларк для них это, скажем так, возможно, последняя игра в Pro-серии на этом сезоне. Занимают, пацаны, сейчас четвертую строчку в группе А. Аспера третье место. Вот. У нас группа-то как? Энза, Ува, Аспера, Тим Сларк. Ну, и там две команды, которые, к сожалению, у нас не проходят уже никуда по очкам. Никого они не смогли выиграть. Такие дела. Ну, вот, там тоже матч по системе Best of 2. И если даже ничья какая-то будет, Тим Сларки все равно не выйдут дальше. У Аспера на данный момент 9 очков, у Тим Сларк 7. И, как бы, само собой, это будет завершающий матч в группе А совсем. Уже на этой неделе в первом грубовом раунде 13-го сезона Pro. Вот. Ну, да ладно. В общем, там будет видно. 16.00 по Цету. Опять же, 17.00 по Киеву, 18.00 по Москве. Всех ждем, ребят. Никуда не расходимся с этого стрима. Надеюсь, что вам будет интересно взглянуть на то, что у нас здесь происходит. Итак, переносимся непосредственно в игру. Ребят, тут же стартанули команда Ува, страна Рэдинс. Вортарт на Тускаре, капитан команды, Капрон, Дизраптор, ВТ-Аш, Легион, Командер, Чейсинг Томорроу, это Легион, Фолдер играет на Виндрэнджер. Вот он, уважаемый Кек. Для всех тех, кто, возможно, не понимает, почему названа эта команда именно так. Ну и против них команда Дайр, которая после РМК не поставила свое название, к сожалению. Это у нас команда Энза. Итак, ИЛТВ, Эмбер Спирит, Соло Мид, соответственно, Миша будет стоять с ним на своем виспе. Welcome Back. Квин оф Пейнс сейчас, кстати, заход от Ува в Чужой Лес. Могут они кого-то найти, там Сноубол на Готове, можно подцеплять Визажа, Сноубол троих с собой забрал, Мадонна подставляется и Мадонна, я думаю, никуда не отпустит, Павершот с половины карты подлетает и Дезраптор забирает себе Ферст Блад. Слишком далеко задайвили Ува, но самое главное, что этот проход окупился и смоки были потрачены не зря. Так, продолжим. Визаж, который сейчас погиб, это Стендин Мадонны, как мы уже назвали, на Усе, на Морфе в сложной линии. Стандартный закуп от него, уже не первый раз мы такое видим. Ставится пауза, опять же, подождем немного. Вот, ну и будем смотреть, как линии поставит Ува, кто куда. Может быть, я ошибся, это какой-то Легион Командер, возможно, в миде, потому что ВТАж именно мидовых героев исполняет. Винд Рейнджер в сложную может пойти. Причем, таки, напрягать Квин оф Пейн, она вполне себе способна. Да, тоже, конечно, будет получать эти шаузу-страйки неприятные, но все равно за счет своего рейнджа-атаки спокойно можно стоять, крипться, Квапева легкая не должна ничем. Тем более, рядом будет Тускар, постоянно бегающий, напрягающий своим присутствием всех тех, кто находится сверху у команды Энза. Не хотелось бы, конечно, там подставляться. Визаж, не имеющий станов, не имеющих каких-либо эскейпов, да, там есть, конечно, замедление, это плюс, но замедление от сноубола, я слышал, не особо спасает. Так и так, на тебя вкатятся, убьют, будет неприятно. Тинни убегает вниз к себе, здесь ему заблочили Апсом, нижний спаван, но это как бы стандартные действия. Морфу будет стояться сложно на этой линии, не думаю я, что Тинник будет его отпускать. Единственный плюс морфа вот этого, то, что он рейнжевой, опять же, рейнжа там мало, конечно, но против Тинника стоять как-никак способен. Будет Тос ловить по кулдауну, я думаю. Ну, поехали, пауза отжимается, я думаю, ребята все свои проблемы решили. Вчера матчи у нас на аниме челлендж, вот опять же, если сравнивать про и аниме, были очень затяжными, 60-70 минут вчера катки шли, собственно, поэтому так поздно и закончили на этом канале. Вот. Если честно, надеюсь, что сегодня мы разойдемся пораньше. Все-таки получается, ну, если так судить, 6 игр про серии и потом Best of 3 в гранд-финале на аниме, ну, для меня как бы это слишком много, я считаю. Но все ровно приятно. Ну и что, Легион Командер будет в миде все-таки стоять против даблы, да, как мы с вами уже поняли. Ну, ласхид с крипами как-никак в этаж получать будет, я думаю, то, что гонять его здесь будут не сильно, все-таки за счет своей пресс-атак Легион Командер сможет добивать крипов там, тем более, если будет качаться через стрелы, будет проще и харасить своего оппонента по линии сверху Мадонна вместе с Queen of Pain, вот добла. Ну и Тускар, остается здесь, пытался отпулить крипов, не получилось, Полдерн начинает добивать, все у него хорошо, внизу Morph, Charled Experience, второй уровень уже себе поднимает, сразу же перекачка, потом будет качаться только в Adaptive Strike, вейвформу брать больше не будет, тоже я, ну я уже привык за таким действием наблюдать. Кстати говоря, у нас, по-моему, это единственный человек в лобби, ну на данный момент, у которого там то ли 6900, то ли 7, КРММ, ну такой, типа, потный парень. Клопа находит отвод, сейчас пофармит, тоже ей будет приятно. Пока что топовый крипстат за Эмбир Спиритом, само собой, Висп здесь охраняет, нянчит его постоянно, Тинни, 9-2, тоже все хорошо у него снизу, проходит Виндренджер, не уступает по крипам, сейчас пыталась добить кого-то, но не получилось, там заработать каких-либо денег, встреча на руне сверху, Мадонна начинает просаживать за Сворд Арт вторым уровнем, не имеется, Шарды имеется, Сноубол, надо бежать ему отсюда, пошло в замедление, Сворд Арта пробивают, кстати, больно таки Сворд Арту, надо прятаться в Сноубол, последняя тычка идет, Фласска, спасая Жень Тусику, но неприятно, что Реген весь потратил Тускар практически, и надо ему, я думаю, возвращаться совсем скоро на базу, Виндренджер здесь с Сальвой, может ему налить, за любовь, я думаю, сейчас и сделает, так, чтобы можно было продолжать как-то агрессировать, на этой линии, Фолдер ловит страйк, и Квин оф Пейн на полкарта отпрыгивает, спокойно себя чувствует, кстати говоря, Легион Коммандер в Миде убивает Виспа вот таким нелепым образом, как я понимаю, там залетели непонятные стрелы, немного не подрассчитал Висп дэмэдж, который по нему пройдет, я так понимаю, там еще и крипы рядом были, Эмбер как-то подставился, но в итоге погибает Висп, и счет у нас становится уже 2-0 в пользу уважаемых кеков, так, срезали Легиона Коммандера, но есть пресса, так, опять же, она на развороте, еще может подраться, на самом деле, откидывается снова стрелами, больно заходит, там Флэймгвард спасает этого Эмбера, конечно, преимущество медового именно в этом, там уже в двойку Флэймгвард, сейчас надо бы им лесок как-то постакать, пойти Виспу за контроль Труну на четвертый, и спокойно пойти уже в лес заниматься своими делами, как мы видим, здесь даблстак имеется уже, здесь зафармлено, здесь тоже даблстак есть, в Миде опять связка, но я не думаю, что здесь стоит вот так вот тратить свои чины, однако есть Висп с бутылкой, который подхиляет в любом случае, как бы и харасить не получается здесь на ману, только Легион Коммандер разводит, бот у него пустой, пойдет наверх, сейчас контроль Труну может подставиться, потому что Визаж рядом, но он предпочитает стакать на 53-й и не выйдет на руну, стягивается сюда же Тускар, но руну отдают, как я понимаю, здесь Грейджиный Стик и руна Хасты, появляется Легион Коммандер, можно вниз сбегать, но снизу, как мы видим, Морфлинг уже пришел и забрал себе баунти, неплохо так, Морф, кстати говоря, в сложной линии практически четвертый уже себя поднял, шикарно все, на усек, мы видим Адаптив Страйк в единичку, сейчас будет в двойку, да, ну вот я вам и говорю, Вейформа больше качаться не будет до уровня восьмого-девятого, только перекачка, только Адаптив Страйк, Миди на падение, Сноубол пошел, а здесь уже шестой у Легион Коммандер, здоровый, неужели она проиграет свою первую дуэль, но нет, дуэль проходит, однако все равно умирает Легион, и Сворд Арта также минусует, Висп отлично отыграл в этом моменте, подарил даблкил Эмбер Спириту, который неплохо реализовал свой Флейм Гвард, там чины уже в двойку были взяты, дэмд же хватило, Легион Коммандер даже пресс за атаку Юни Спас, погибает, два героя команды уважаемых кеков, неплохо так устанули Эмбера сейчас по деньгам, он себе что-то принес, как я понимаю, уже, да, здесь, да, здесь уже фейзы, и как-то по ХП это размениваться поприятнее, станет Легион Гвардом, начинает бить крипов, но крипы-то пробивают очень больно, у Эмбера Фистов там никак их нет, поэтому только с руки приходится бить, крипы падают, и как мы видим, здесь у него было 100 голды, сейчас уже 500 имеет, и то еще не до конца добил все эти стаки, снизу Тинни продолжает тоже фармить, он в принципе не особо отстает от этого Эмбер Спирита, однако стаки, ну как бы берут свое, крипстату немного впереди, Эмбер сейчас находится, у Тинни сейчас появится шестой, Капрон харасит на усе, а ловит его, вейформа пойдет или нет, полный проказ по на усе, перекачка была вкастована вовремя, морфинг без мана совершенно, последний партычку ему остается сделать, Капрон, и сейчас будет Тосик, есть Тосик, минус, морф приезжает на сайт Эмбер Спирит, вяжет Капрон, Капрон уже точно минус, однако Капрон уходит отсюда и в погоне, и ЛТВ сейчас находится за Тинником, Тинни вряд ли куда отпустит, да, просто Эмбер Спирит флейм гвардом своим забирает, еще один фраг, но Капрон выжил, решили гнаться именно за кор героя, вместо саппорта, и я думаю, это решение было правильно, для них, этим временем первая дуэль Легион Командора падает, в карман 10 дэмэджа получает, ребята, тут какие-то подлаги есть, да, это, сейчас я пинг свой проверю, на всякий случай, пинг, 34, у меня все хорошо, не знаю, в чем проблема, надеюсь, что у вас картинка не особо пролагивает, вот, но иногда подобное я замечаю и становится не особо хорошо, снова Легион Командор, нападение на нее в мидле, чейный есть, как же больно это Легион Командор, пресс за атаку в единичку, я думаю, вряд ли спасет ей жизнь, адаптив страйк пошел, вот она усе, сместился в мидл, и это уже доминейтинг от Эмбер Спирита, Легион Командор снова падает, и у нее когда-то не особо плохой, не особо хороший, точнее, прошу прощения, для Солмидера, у которого такое хорошее получилось начало, 2-2-1 она имеет, сейчас еще 4-4 на карте у нас на 8-й минуте встречи. Квапа, 500 монет, у нее пока толком тоже ничего нет, базилия она купила себе для Регена Маны, чтобы откидываться страйками постоянно, но страйк там дорогой, 110 маны, не факт, что успевает от Регени Квапа. себе этот самый страйк, Сноубол пошел, на Се может подставиться, перекачку включил, маны на вейформу нету, я думаю, вряд ли его куда отпустят, здесь есть дуэль, да, так и есть, и Морф погибает в мидле, потому что никакого ТП не последовало, точнее, Квапа прилетела, но Глимс вовремя от Капрона возвращает Квапу обратно, ТП было потрачено зря, и по факту-то здесь Легион ничего не сделал, никак не помог к своему хардеру выжить. Тинни, левел 7,5, фейзы, боттл, кстати, фейзы, интересный выбор для Тинни, ему и так не хватает скорости атаки, обычно ему ПТшки какие-то берут, и там неплохо можно подобудить ПТС, переключать на Инту, когда ты даешь полный прокаст, но здесь почему-то фейзики выбирает он себе, адаптив страйк уже в тройку, у Марфа, станд там длительный, вниз также идет перетяжка, это Капрон сюда прилетает обратно, есть у него Варды сейчас поставят, думаю, вот сюда на руну, откидывается снова стрелами, Легион Командер ловит Мишу, стопол пошел, Миша просел, Миша погибает, но не отдает дуэли, это, конечно, большой плюс, Амберспирит здесь даблкил оформляет, опять же, свой флеймгвард в четверку взятый, дает о себе знать, Тос пошел, можно убить этого Амберспирита, у него доминейтинг, и денег из него очень много дадут, Амберспирит, Амберспирит, пошел на усы рядом, и спасает, как я понимаю, да, нет, конечно же, Капрон таких не отпускает, но благо, что Капрон забрал эти деньги для команды Энзо, а не Тинник, если бы Тинни срубил 700 монет, это сразу был бы поинтбустер и какой-то Огреклаб сверху, буквально там несколько монет, если это Тинни, конечно, будет собирать подобный артефакт, как мы видим, всего лишь один мейн керри-герой, который бьет с физухи в лейтгейме находится у команды Энзо в пике, и в связи с этим можно собраться так, как собирался, допустим, Биг Дэдди Нолл Тейл совсем недавно в матч против Империи, по-моему, если я не ошибаюсь, там, когда у него не было Аганима, и он начал тарить себе какие-то Эбисо Блейды и прочую-прочую штуку, которая помогает просто выносить дополнительный контроль в драку. Вот. Снова у нас пауза, у Миши какие-то проблемы. Но у Тини все равно хватает денег на плейн-бустер, я думаю, именно сейчас он и будет появляться. Виндренджер левел 7 также еще никуда не подключалась, никаких сейф-тп от ВР-ки еще ни разу не было, но, как мы видим, в стэше есть. Не в стэше, в смысле, а купленное. Готово она, если что, смещаться, но поможет ли вот это смещение Виндренджера? Здесь шекл-шот в единичку. Ну, зато замакшенный пауза, тоже приятно. Все-таки как-никак 360 дэмэджа на огромный АОЕ радиус. Приятный спелл. Ну, девятая минута, я думаю, можно включить Нетворс и посмотреть, как там у нас дела по ним. И видим то, что Эмбир Спирит топ-1 за собой держит, и огромное просто преимущество у него от Тинни имеется. 3600 Нетворса у него имеется, но как бы сейчас еще и купит себе поинт-бустер, немного укрепится, и возможно, в связи с этим мы с вами увидим несколько драк, когда Тинни уже способен будет давать прокаст и выживать в замесе. Пока что он может, конечно, откинуться Эваланшем Тосом, забрать одного, но сам погибнуть. Не так уж и много хиллз-поинтов на данный момент имеет Тинник. Хоть и восьмой уровень, да, хоть и сильный, большой, но как-то плевать той же самой Клопе Соник воевом первого уровня, который также восьмой уровень имеет Эмбир Спирит там флеймгварда поможет своим, тоже неприкольно будет драться в затяжной драке против этого флеймгварда, который лучше, чем даже Родиан сработает. Что за команда за тьму? Команда за тьму, команда Энза. Опять же повторюсь, ребята играют не первый год уже в Pro-серии, стараются выйти дальше и они выйдут уже, потому что это безоговорочно. У них первое-второе место остается за ними по-любому и в следующем раунде Pro-серии мы их с вами будем лицезреть и смотреть на эту команду уже во второй стадии турнира. пауза затягивается, к сожалению. Тускар со смоком будут какие-то выходы нас ожидать. Вот я думаю, что сейчас реально тень не укрепится. Возможно, пойдет фармить свой лес, стаки здесь имеются, да, поэтому может сюда забежать, зайти еще несколько денежек себе срубить. вот здесь стак есть хороший, неплохо так Капрон поработал. Я понимаю, именно Дизраптор здесь сошивался и занимался подобными вещами. Вот. Либо же выход в смоке и постараются убить того же Имберспирита еще разок. Было бы неплохо подцепить, но здесь проблема то, что релокейт у Виспа уже имеется. Шестой он поднял себе уже практически седьмой. Отличная картинка Виспа превосходная. Ммм, ясно. Понятно. Шестой у Марфа скоро будет, но я думаю, то, что реплику он брать не будет, потому что ему не нужна она по факту совершенно пока что там потом на десятом, на одиннадцатом левеле в единичку качнет и хорошо будет, чтобы больше мобильности на карте было и там типа формит одну линию, потом реплику пустил со своими пацанами, которые там либо в смоке пошли, либо еще куда-то. В любом случае в драке он появится, этот морфлинг. Да и тем более на УСА умеет играть на этом персонажа. Дизраптор смещается вниз. Тоже сейчас шестой будет получать нужный статик шторм по-любому. Очень много буста будет в драке давать. Тот же самый релокейт будет эвейдиться совершенно. Дизраптор опять же один из лучших контрпиков виспо, и тем более если на Эмбер Спирита сразу статик шторм кидать, накрывать его будет приятно, потому что Эмбер Спирит будет законтролен, и там будет несколько секунд у Тинника и у Виндренджера, чтобы связать, убить, либо дать дуэль. Ну, в этом плане, да, неплохих героев набрали, контроля очень много у них в драке, даже без артефактов. Опять же, не будем забывать про пассивку Тинника, который рано или поздно будет вкачан, на Эмбер Спирит там будет неприятно, если он будет как-то пытаться драться именно с руки против этого Тинни не с фистов, если дэмэджа там вдруг не будет хватать, а придется ему подходить вплотную и с помощью флейфгварда там как-то дэмэдж вносить и подобные вещи. Остальные все рейнджевики, один Эмбер Спирит будет страдать. Вот, нужно ему в этой игре МКБ, само собой разумеется, против Виндренджера. Не исключено, опять же, что мы Тиннику увидим вместо Аганима там со своими слотами, которые направлены на вырезание этого Эмбер Спирита очень быстро. Но проблема в том, что у Эмбер Спирита все хорошо играет, он 6-1-0, уже выформил на себе барабаны, как я уже говорил, Нетворс на карте топовой. Все шикарно у него идет, на 10-й минуте имеет Нетворс практически там 5500, и это круто. Это реально круто. Ну что у нас там, парни, Да, в чате, конечно, очень много рекламы, я сегодня без модератора, скажем так, сижу, надо их самому сейчас перебанить, всех мешают очень много. Этого уберем, этого уберем, прочее, прочее. реагируемся в группе ДПВЗ. Да, ДПВЗ тоже у нас представляет про серию, как-никак, поэтому можете зайти, подписаться, ваше дело уже будет. Наконец-то пауза у нас отжата, ребят, меня уже вымораживает постепенно, я не знаю, такое ощущение, что я сгорю, наверное, к концу этого матча, не первого, так второго, точно. Но команды мне определенно нравятся, и следил я за их путем, скажем так, с первого дня про серии, как они начали у нас играть в 13 сезоне, поэтому мне приятно посмотреть на развязку. Сейчас Легион Командор вместе с Тускаром видит Квапу, Сноубол пошел, нападение на Визажа, Визажа здесь, конечно, заберут очень быстро, демиджи хватит, может, велкамбэк дать Соник Вейв, Соник Вейв отличный, релокейт там пошел, и здорово отвечает минусом команды Энза, также можно убивать Легион Командора, Барабан и Поржал бежит дальше, минус Легион Командор, Виндренджер можно цеплять, однако на Виндране получает адаптив страйк, просто с руки ее запинать, также терется Тинник рядом, отпрыгивает Квин оф Пейн, и Тинни просаживается, потому что оказался в аутпозиции, Чийный есть, подцепили Тинни, откинуться нечем, это минус 4 в исполнении Энза, Капрон также сейчас, я думаю, погибнет, там фистоп нету, чтобы этого Капрона как-то цепануть, есть, хорошо, Чийный, Эмбер Спирит, без маны сейчас находится, но там маны на Глимс не имеется, поэтому тоже надо отходить, ну хорошая у нас такая драка случилась после вот этой затяжной паузы, пацаны размялись, опять же идет перетяжка на верхнюю линию от одного и от другого коллектива, Рдевардит, здесь хорошо, Сворд Арт нашел, Вардец неприятный здесь ставится, еще один Апсерв ломается, Сынтеряк ставится, Апсерв ломается, Капрон подставился визаж, а как так-то, почему его не связалось здесь, лол, там было несколько деревьев рядом, Легион Команд дружи одного забрал, также дуэль Эмбер Спириту забил, Эмбер Спирита все-таки забирают, хватает демэджа, Легион Команд оформляет себе даблкил, и ответка неплохая от команды Ува, Капрон без Глимса, можно цеплять Виспа, Висп уходит отсюда на тизере, и можно попробовать выйти, наверное, пропушить Т1, вот эту сверху, потому что одну треть, одну четверть уже ХП она потеряла, вот, и с Тинником, я думаю, не составит проблем забрать вышку, тем более Виндрэнджер там рядом, но она без фокус фаера, поэтому не такая полезная сейчас при пуше, Тинни забегает, 1400 денег у него имеется, надо бы укрепиться немного в Хиллз Пойнтов, я думаю, тоже барабаны себе можно какие-то взять, только после этого он начинает собирать сторонние артефакты, на усы, тем временем, перетягивается в Middle Soul Ring, пытается себе сделать, у него это получится, Мадонна продолжает фармить, стакать свой лес, все для Эмбер Спирита, как говорится, но Эмбер Спирита вводит Стоун, заготовочка на БФчик будет, вот, и как только появится БФ, я думаю, Эмбер Спирит в два раза быстрее начнет фармить, те же самые стаки Эншентов, которых пока что нету, стаки лесных крипов, тоже полезно поделать Эмбер Спириту, забегая сейчас в чужой лес, здесь находится Queen of Pain, которая, если что, поможет, Sonic Wave есть, рассказ-то имеется у региона, можно выйти вниз, вот эту вышечку немного побить, как-то забрать Увы Смиды, для того, чтобы они сместились вниз, и тем самым выиграть время, увлекается в мидли, с визажом рядом, Legion Commander 1600, блин, пытается себе сделать, Adaptive Strike, Relocate, ну вот, как это должно работать, однако прилетает прям под Эволен, Шестатик Шторм, вместе с Кинетик Хилдом ставит Саш на двоих, ну вот, опять же, возвращаясь к пику Дизраптора против Виспа, вот это должно работать именно так, тем временем, размен-то в два в два у нас произошел, Свартарт Adaptive Strike получает, Дензи делает трипл, киллфолдер пытается драться с Квапой, забирает ее, размен трипф три у нас, и отступают все, да, и на усы ориентируется, и визаж тоже уходит там, плюнув кого-то с уа-самшеном, но никого не добил, Тинни очень битый, уходит отсюда, самое главное, что живое, 2000 на руках у него есть, Вайн-трека будет сегодня, нет? Пожалуйста, хорош, да, ну и мы видим трипф три, в этом, в этой траке, конечно, Плюсь и Ува оказались, просто за счет того, то, что немного уступали в экспе и в голде своим оппонентам, денег поднимают, не так много, как хотелось бы, собственно, по деньгам здесь, разницы по факту-то и нету, экспириенс, 3000 все-таки за Увой, осталось, на Творск, Вин оф Пейн, выходит на второе место, мы видим, пока она в таверне находится, и собирает себе Орчет, да, хороший выбор против той же Винд Рейнджер, против Тинни, чтобы затыкать его, самое важное, затыкать Дезраптор, и во всем этом, было бы полезно драться, без Татик Шторма, Кинетик Филдав, кастованного, ну там, чуть позже, не подрелокейт, а тогда, когда уже, как бы, в нужной позиции, Энза будет находиться, они же тоже понимают, то, что, скорее всего, если Дезраптор рядом, они именно с Татик Штормой приземлятся, к варианту, можно собрать БКБ Эмбер Спириту, но это такой зашквар, что, не факт, что Эмбер Спирит выберет именно этот артефакт, Линка здесь не поможет, она поможет против Легион Командера, чтобы дуэльку не забить, против Глимса, тоже неплохо, а в остальном, полностью юзли, здесь физда бейсеров очень много, Легион Командер, Тинни, Виндрэнджер, совсем скоро они будут вносить колоссальное количество дэмэджа в драку, и если дать этим пацанам расфармиться, они без проблем убьют этого Эмбер Спирита с поддержкой, Квин оф Пейн, потому что Мор будет без артефактов, он хардовый, как-никак, под Энвизом водичка, забегает, никого не видит, правильно позиции Тинни находятся, сейчас, возможно, знают о Морфинге под Энвизом, о его наличии здесь на нижней линии, если здесь просвет, просвета не имеется, никакого совершенно, да, так и есть, Виндрэнджер, Угр Клаб Буинт Бустер, на 15 минуте с осложной линией, достаточно неплохой затар, обычно у медовых уже Аганим есть, здесь половина, и Фолдер, пока что 2-1-7 играет, много помощи оформил уже, вода спряталась, могут ее сейчас здесь найти, на усы, в позиции, не знаю того, наличия Морфинга за спиной, Дегион Коммандер, но не палится Морф, есть у него ТП, если что будет делать, и никто не дефит этот тавер, рядом, Квин оф Пейн, который не подставляет, с тем временем, в миде вышка тоже падает, здесь Эмбир Спирит занимается вместе с Веспом, неприятными действиями для У, на усы распалилили или нет, ставится, опс, опс сразу же разбивается, а откуда здесь опс взялся, пацаны? Надо порешить эту проблему, Легион Коммандер прикупает себе даггер, и находит его, отлично, на усы подставляется, ой-ой-ой-ой-ой, как же ВТАш сейчас зацарил, угадал, где на усы он находится, куда он уехал на вейформе, запрыгнул, сразу смолк разбит, понимают парень, то что 4-5 драться сейчас куда приятнее, еще одна дуэль, уже 60 на стильного дэмэджу Легион Коммандер, в чужих лесах Квапа ошивается, здесь один Обливион Став есть, и Кватер Став второй тоже имеется, денег еще, надо, конечно, где-то найти, на этот самый Орчет, заходят в чужой лес пацаны, Легион Коммандер здесь спалилась, и вообще смока здесь не имеется, один Тинни под смоком идет, Ну, отходить отсюда надо, Тинни, кстати, себе тоже Даггер прикупил, сейчас эта инициирующая составляющая у пика команды Ува просто сумасшедшая, запрыгивают, сразу дают дуэль, потому что весь прокаст Девелан Штос, там никто не выживет, я думаю, это не считая там поддержку от Винд Рейнджер под Фокус Файером, опять же, один мейн керри герой у команды Энза, как они будут драться в лейтгейме, я совершенно не понимаю, Ува сейчас только на пользу, то, что халдятся Энзы, никуда не выходят, не пытаются проявлять активности на карте, они спокойно отфармливают своих кор-героев, у них все хорошо, 15-13 они ведут, тем более по графикам, там, как дела, по деньгам они тоже ведут, там не особо большая разница, но полторы тысячи все равно приятно, у дайров, у Энзы немного по XP, плюс, почему, кстати говоря, так я не понимаю, фармят они чуть меньше, Легион Коммандер, ох, если бы Квапай сейчас подошла добивать этих крипов, ох бы она подставилась, Сноубол здесь наготовит, Ускар готов врываться, там сейчас даггер откатится, и способный Легион Коммандер поддержать, Туська в нападении, релокейты в миддл, цепляют Капрон, и Капрон, я думаю, минус, конечно же, его оставляют, Тиня отступает, поставил Статчик Шторм, зачем-то, правда, Мишу поймал, 5, 4, 3, надо ему пас какой-то дать, ну вот крипам бы подошел, кинул, возможно бы весь спам можно было убить, стягивается Легион Коммандер в миддл, слишком поздно, потерей этого Дизраптора, пытался Фолдорн подцепить Виспа, который прилетел на ракейте обратно, правда, сам просел, Реминант есть, дэмэджа много, там Шеклшот сейчас будет, пытался связать, как-то Виндренджер, немного вот размансить, вот так вот, вот этим действием, как-то подставить, под Шекл не пошло, Свордар также подставляется, под твоим гвардам не получает, совершенно дэмджембер, Спирит запрыгивает, ВТ, аж забивает дуэль Миши, Миша падает, Тускар забирает фраг, ну и можно также, на самом деле, напрячь этого Эмбера, у него был еще один Реминант сзади, Легион Командер, получается много дэмэджа, там шестой, у Визажа, Сноубол пошел, цепляет Велкомбэк, Квинов Бэйн минус, отдавайте в страйк по Тинни, 4 секунды постои, братуха, убегает отсюда Тускар, и у него получится это сделать, Тинни, замедление по нему, Капрон рядом, там Драко у нас на две части разделил, Эмбер Спирит уже еще одного забирает, но убивает Визажа, и на Усео также можно ловить, однако в Кинетик Филд он не встает, на Усео перекачка имеется, прожимает Солу Ринг, и на вейвформе отступает, Сноубол пошел, и ЛТВ просаживается, пошел Тосс, поднимает его на Валрус Панч, продолжает драться этот Эмбер Спирит, сколько он дэмэджи вытанковывает, алло, сколько он живет в этой драке, Релокейт, ну возишь ты его обратно, ну что ж ты делаешь, Миша, братишка, ну дай ты ему боттл, хочешь что-то сделай, на Климсе еще Мишу поймали, Тосс пошел, и крипов нету, точнее есть, но почему-то не улетел, Визм на тизере, к этим самым крипам, в итоге что мы имеем, Файн Трикап смотрим, он конечно по-моему не полноценный, но все равно в большом плюсе команда Ува находится, 4700 по экспе, поднимает 2000 голды, выигрывает, что немаловажно, деньги поднимает Тускар, деньги поднимает Виндренджер, у нее Аганим как на подходе, да, так и есть, там остается буквально 200 голды, ей доформить все у нее шикарно будет, затяжная такая драка, опять же говорил я о том, что Флейм Кварт при затяжной атаке, это вообще имба вещь, но однако в этом моменте не помогла, Эмбер Спириту и команде Энза в целом, чтобы нанести то количество дэмэджа, которое требовалось, там Капрон на лу хп выжил, если мы помним, вот в этом моменте, когда пошел мансить, вот, но первоначально драка для команды Энза развивалась просто превосходно, на Эмбер Спирит БФ себе сделал, 20-20, неплохой тайминг с барабанами Аквилы и Фейзами, грейжными стиками, Тинни, Клеймор, это Шедоу Блейд будет? Да, и опять же возвращаясь к тому, что Тинни может не собирать аганим в этой встрече, ему нужно убивать одну цель, это Эмбер Спирит, поэтому если он сейчас будет собирать какую-то себе там, Кирасу, Башер и Шедоу Блейд, чтобы как-то подходить к своим соперникам, тогда будет все шикарно, Тинни могут подцепить, Делокейт пошел, Адаптив Страйк работает, и Тинни, я думаю, сейчас погибнет, Соник Вейв, правда, стан там пошел, но выформленный Орчет не дает сделать проказ Тиннику, чтобы откинуть 100 с моего луншем, в итоге Тинни в таверну, 40 секунд, на карте он отсутствует, так, Дизраптор Клака, соответственно, Глимер Скейп совсем скоро будет появляться, Виндрейджер прикупил себе аганим Скептор, надо бы собираться в дэмидж, уже потихонечку, Мьюрнир был бы неплох, опять же, чтобы скидывать от Эмбер Спирита вот этот Флейм Гвард, молнии достаточно неплохо смотрятся, либо же Кристалли, чтобы этот, чтобы этот Шилд вообще на ноль сводился, пушит верхнюю вышку сейчас Энза, Фамиляра рядом, крипов много, Ката наваливает, поэтому вышка, я думаю, упадет, правда, есть ФТП, летит Тинни после того, как возродился, можно его попробовать принять еще раз, Фисты пошли, правда, чины не проходят, крипов улетают, обратка появляется у Легион Командера, Да, Легион Командера, один из лучших, конечно, пиков против этого Эмбер Спирита, несколько секунд на месте, Эмбер Спирит ничего не может сделать, в этот самый момент, паузится игра, у нас опять вис вылетает, какие-то проблемы у Миши сегодня, Морф не будет в этом матче Коровым, он не собирает, опять же, я смотрел за играми на Усе, вот, уже неделю, он никогда не собирает подобные артефакты в дэмэдж, он работает только на то, чтобы дать адаптив страйк и как-то там вейформой своей прокатиться по нескольким героям вражеской команды, он не будет собирать там какие-то линкин сферы, он не будет собирать какие-то там МКБ и прочую-прочую ересь, которая так нужна Морфу, которая стоит на керри позиции, этот Наусе, этого Морфинга используют по-другому, можешь мне поверить, цепанули здесь Эммер Спирита и выйдет он хорошо, Шекл, Шот, и за счет этого выживает, Пауэр Шот в ответку, здесь, кстати говоря, ультимейтор появляется, и, я так понимаю, это линкин сфера будет делаться, против, опять же, той самой дуэли, против Шекла, против Глимса, чтобы просто не ловили этого Эммера, по факту здесь нужно две, а то или три линкин сферы делать, и все это надо кидать на этого Эммер Спирита, получится или нет, посмотрим, так, Фолдерн, под Фокус Фаером начинает вышечку бить, кулдаун Фокус Фаера маленький, поэтому может себе позволить Фолдерн такими делами заниматься, до два падает, я думаю, не пойдут его дефить, вейв форма, пошел на усы, зацепил Капрона, сразу пресс за атаку, скидывает стан с Дизраптора, Велкомбэк, Чейныфисты, пошли Велкомбэк, надо раскастовывать ему ультимейт, а то еще и не выживет, скорее всего, Капрон падает, без Статик Шторма, уже начинается драка, снова пол пошел, с Форд Арта надо просто продавать, правда, дэмэджу он там колоссальное количество вносит, не забирает к вапу, драка продолжается, это минус пять, ай-яй-яй, Фолдерна отпускают, на своих оппонентов тоже четыре тысячи экспы сразу поднимают, две сто голды, плюс выходит, хорошо, ответили минусом Т2, сверху, 2К на руках Эмбир Спирита, Миша пытается выформить себе Мекку, на которой не так уж и долго осталось, Визаж тем временем медальку себе сделал, тысяча монет имеет, нужно ему поинтбустер покупать, выходить в Аганим, либо дофармливать Солар Крест, какой из этих артефактов выберет первым Визаж, сейчас посмотрим, но игра у нас равная, игра у нас равная и она затягивается, постепенно отдавать кому-то преимущество даже не хотелось бы на этой карте, потому что непонятно, чем это все дело закончится, так, Тинни пошел реализовывать свой Шэдо Блэйд, найдет Виспа, убьет его моментально, проказ будет или нет, да, то Севеландж, Миша, последняя тычка, но все-таки погибает, Висп, 24 в 5, уже не хотелось бы, с Форт Арт, адаптив страйк получает, рядом Легион Командер, который произойдет, а так не юзает, на всякий случай оставляет для себя Морф, перекачанный в силу, совершенно накрывает его статик штормом, Глимса нету, и было потрачено все в никуда, от Капрона, ошибка, конечно же ошибка, Глиммискейп, Дизраптор, кстати говоря, этот артефакт очень хорошо поможет ему сейвиться, фокусить его будут, конечно же, в драке, потому что без такого колоссального АУЕ дэминджа и раскаста, настолько неприятного героя, как Дизраптор, его надо совершенно выключать из драки, либо его сбривать, либо давать ему орчит, ну соответственно, тогда Тинни будет давать весь проказ на усы, а поймали, сразу же перекачивается в силу, кинетик фил, пошел бы, и форма там есть, не успевает забить дуэль Легион Командер, и в итоге, Курьер, куда же ты летишь? Боже, как, что это происходит? Вообще Тинни, забежавшая дублой идеи, рядом Квин оф Пейн, можно ловить, но, Эволенч есть, Тотс есть, и это минус на вопе, еще один, пошли фисты, его очень много дэмоджа наваливает Эмбер Спирит, пытался заевейдить хоть что-то своим ременантом, однако подставляется немного, и Релокейт спасает ему жизнь, адаптив страйк в Тинни, очень битый Тинни, получается ла Самшин, но минус армор, надо было бросить как-то, зачем? Что здесь ребята делают, объясните мне, почему они сверху находятся? А, именно сюда улетел Висп, для того, чтобы давать фисты, если бы драка продолжилась вот с этого хайграунда, вот, хорошо сыграно Миша, да, это такой, интересный мувчик, от него, Мека здесь уже готова, 1200 на руках у него, поинт-бустер есть, это Скади, Эмбер Спирит себе делает, хорошо, Скади тоже неплохо смотрится, против милишного регион командора, против Тинника, чтобы как-то их в драке выключать, чтобы они не наносили дэмэдж, просто не добегая до своих целей на карте, это здорово, да, уже, кстати говоря, Скади сделано, и, ну, просто посмотрите, на это 15 тысяч нетверсов у него, и 9 тысяч, только Тинни там пытается догнать его, правда, в драке вот этого преимущества, по факту, вообще незаметно, если Эмбер Спирит сейчас выформит себе какой-то Дейдаус, очень быстрый, после Скади, если сейчас подерется, хорошо, и все у него получится, тогда, возможно, драка будет заканчиваться очень быстро, Эмбер Спирита поймали, адаптив страйк пошел, 4 секунды встанет, Легионка, релокейт, спасли Эмбер Спирита, залетает также Тул Скар, пошел сноукол, Мадонну пробивает, но драка продолжается, очень битый Легион Командор сейчас погибнет, связка по Queen of Pain, там драка продолжается, прилетели обратно, пацаны, с лиспом Миша вовремя сместился, и Тинни тоже погибает, это уже минус 3 в исполнении, Энза, Sonic Wave по Капрону, на нем страйк висит, еще один минус, это минус 4, и как бы это не была фатальная ошибка со стороны Ува, то, что вот так вот подставился Тинни, и слишком упрометчиво пошли без Вижена на хайграунд убивать этого Эмбер Спирита, 22-27 счет становится, снова 5000 экспириенсов, плюс для команды Энза, 200 по голде, парни поднимают Квапа, очень много дэмэджа нанесла, очень много денег заработала, также дохрена экспириенсы себе получила, заходят пацаны на Рошана, и по-моему Ува отдают эту игру своими же действиями, я не говорю, что у них сейчас аутов никаких нету, для того, чтобы вернуться в эту игру, однако, если открыть графики, там, смотрите, 3000, и сейчас еще и Рошана забрали, но около 5000 преимущества по голде будет за Энза, ну и по экспириенсу тоже парни впереди, там около 8-9 тысяч, в плюсе для себя имеют. Мекко Виспа, надо бы еще Глимерскейпы здесь сделать какие-то, вот, я тебе говорю, вот, люди, которые спрашивали там, почему Лейд за Ува, ребят, все очень просто, Морф, вот, ну мы видим, Морф делает реплику, с Гемом просто ходит и помогает своей команде, помогает снимать вижн хоть какой-то, а в сервер сейчас нашли, будут убивать его, или же нет. Ну надо зайти уже, что это такое? Много времени потратили на то, чтобы сломать всего лишь один вард Капрон, по Глимерам видят его, ну вот он и Гем. Убить этого Морфа очень сложно, потому что 2 100 хп перекачан, он в силу совершенно, это, блин, мне эта стратегия так нравится от Энза, она работает, серьезно работает. Под Релокейт, Адаптив Страйк, плюс Кем, плюс Климерскейп какой-нибудь, и все, этот Морф просто юзабелен, да нельзя. Ему артефакты на дэмэдж никакие не нужны, чтобы быть крайне полезным для своей команды. Берспирит с Аигисом, поэтому может выпаковать, откидывается там чинами, фистами, на ХГ. Я думаю, подожду сейчас пачку крипов, либо зайдут на Т3, либо переместятся вот на верхнюю линию, либо же вот сюда сходят, потому что 2 тавора, 2000 голды на команду, можно забрать спокойно. Ну, Флэмгвард пошел, Эмберспирит готов на Т3 заходить. Здесь Кристаллис и Рецепт на Дейдаус. Есть, как там дела с Демонейджем, Демонейдж пока что отсутствует, как я понимаю. Либо же он... Нет, на базе его тоже нет, Демонейдж остается дофармить. Укрепляется в дэмэджи, кстати говоря, выиграл он одну дуэль, когда это случилось, интересно мне узнать. Имеет уже там 250 дэмэджа с руки, плюс сплэш, хорошо работает в драке, 5 на 5. Здесь есть те, кто будет держать на месте. Морф. Опять же, Квапа там со своим страйком будет помогать. Квапа БКБ себе сделала с дэмэджем, сейчас она находится, и принимать атаку против вот такой вот ДДш на Квинну в Пейн не особо хочется. Команде Ува, также Аигис, ей лучше переждать, но если навяжусь сейчас Энзодраку, выходов не будет. Пытаются сплитпушить, они сейчас на миде находятся два героя. Тини пытаются там что-то сверху сделать. Здесь Т2 уже упала и заходит на Т3, парни. Пошли ТП. И на этих филд ставится. Просто выигрывают время, парни, однако имбирь спирит все равно зашел. Тут он командор, чины, по нему на усы обрывается, надо ему откидывать стан, капрон, пресс за атаку пошел на него, понимает все важное сейчас капроны в этой драке, и стараются сразу же скидывать все негативные эффекты с Дизраптора. 22-28, счет 31 минута и захода пока на Т3 не получается у нас. Грамотно действует У, в этом моменте хорошая у них расстановка в драке, никто не подставляется, все держатся аккуратно и стягиваются наверх. Понимает Энза то, что если сейчас зайдут и погибнут в шестером, это будет вообще не круто. Очень большой буст команде У дадут и не факт, что после этого смогут ну, как бы драки в плюс для себя проводить. Тини почти 16-ый получает с третьим третьим гробом. Дэмэдж там будет около 350, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, скорости атаки у Тиника нету совершенно. В этом его проблема. Пошел Шеду Блейд. Эмберспирит пошел в соло кого-то гоняет. Капроны сейчас найдет. Капрон. Понимает он то, что здесь Эмберспирит рядом. Фолдер. Получает три времена в лицо. Глимс пошел. Эмберспирит очень агрессивно действует. Может подставиться сейчас у Скарс. Ворта Арту нужно уходить отсюда. Все-таки чины по Капрону пошли. Еще и крит там проходит. Капроны сейвят всем, чем только можно. Без Капрона на Т4 одна прелесть. Только заходить. Там все-таки Тускар подставился где-то, да. Сворта Арт не выжил. Ловит теника. Под изолятором начинает пробивать этого Эмберспирит. Эмберспирит. Последние пару дычек ему осталось делать. Выбивают из него Эггис. Однако там уже минус три со стороны Энза на своих соперниках. Эмберспирит встает. Сейчас будет огромное количество демджа вносить. Правда, по кому? Здесь уже непонятно, что по байбэкам. По байбэкам тени есть. Вот. Ну, это как бы все. Сейчас в кулдауне дуэлька, но и сторона будет падать. И не факт, что упадет одна, на самом деле. Без статик-штормов вообще драться не хотелось бы. Кстати говоря, статик-штормов там был потрачен. Пробивает Эмберспирита очень больно. Виндрейнджер подлетает. Четыре секунды встанье еще и под Орчидом находится. Просто умирает. Байбэк есть, байбэка нету. Минус сторона. Нет, минус барак пока что. Оставляет ранжевой. Здесь крипы ран или поздно закончат. Либо же фамиляры будут какими-то вот такими нападениями со стороны. Постоянно подпушивать ранжевой барак как-никак. Он не регенится, поэтому сторона, скажем так, потеряна. Сместиться сейчас на базу, отхиляться, восстановить свою ману, переместиться вниз. Пушить здесь линию, потому что здесь три ранжа аж стоит со стороны Радиент. Также два героя команды Энзо улетают на верхнюю линию. Здесь Солар Крест у Визажа. Уже не хватает конечно ему Аганима, но и без Аганима пацаны справляются достаточно неплохо. Квапа по тригенам тратит ману. Просто так может себе позволить Линкен, сфера у нее. Вот. Но Эмбир Спирит доедал, уже себе сделал. Бах, бах. Тысяча крит. Релокейт пошел, цепляют кого? Цепляют Капрона и пару тысяч Креста. Так на него понимают они, что легион команды где-то рядом, однако очень быстрый минус. Возвращают кстати кого? Возвращает Эмбир Спирит и Висп сейчас сюда же прилетит. Еще один ультимейт торп и еще больше статов прикупает он, хотя продает, покупает даггер, еще и ТП себе берет. Еще больше мобильности становится у этого Эмбир Спирита. Начинает подпушивать нижнюю линию. Смещается сюда же и Квапа, и Визаж рядом. Ушли они с верхней позиции. Тускар убивает Крипов. Пытается тоже сплитпушить, как-то освобождать, разгружать, скажем так, верхнюю линию. Даггер у него есть, Фейзы, медалька. ПП на базу. 22-33, смотрим графики, там уже в 15 тысяч по голде Энзо выходит вперед по Экспириенсу. Примерно та же самая ситуация. Сфортарт отставится сейчас. Ах, не успел дать. Хотя, смотрите, адаптив страйк прошел, и Тускар все равно ушел отсюда. Даггераут сделал, успел. Будет ли нас ожидать заход на Т3 без Аэгиса? Не боится ли Эмберспирит? Если вкастовать правильно свои там ультимейты и дэмэдж, как бы направить его на правильных таргетов, тогда увы, я думаю, без проблем разберутся с этим Эмбером и не составит им труда допить остальных героев. Однако, если Эмберспирита все-таки засейвит, там релокейт в любом случае будет, поэтому улетит он чуть дальше и будет у него все хорошо. Надо еще как-то виспа контролить в драке, чтобы он подобной грязи не внес в замес 5 на 5. Тинни, аганим полторы атаки в секунду. У тебя полторы атаки в секунду, там бисп хиляет быстрее, чем ты дэмэдж вносишь. Не считая, конечно, раз касты, я имею ввиду только драку из ухой, именно с руки. Будешь махать этим деревом, дальше-то что? Нужны керасы, нужны гиперстоуны, какие-то, не знаю, мундшарды в конце концов, ну что-то подобное, потому что атаки реально не хватает. Бабочка какая-то вот так вот сделать. Вопрос только, откуда деньги взять на это все? Наверх сейчас отправляется Тинни. Если его здесь с релокейта поймают, убьют, это будет проблема, потому что у него нет байбэка, во-первых, а во-вторых, сам по себе Тинни, даже если деньги у него будут на этот байбэк, вот 16-й он добил себя, опять же, если деньги на этот байбэк будут, он очень сильно пострадает в фарме. И тогда никаких демо, никаких артефактов больше на него точно ожидать не приходится. Квопа, ну может дать Сайленс, а с релокейта залетят парни и идут в Тинни и потом спокойно зайдут на Т3, сделают минус, возможно, зайдут как раз-таки на байбэк. Почему они этого не делают, я не знаю. Квопа рядом, виден она то, что Тинни пошел дальше, сейчас я думаю все-таки последует нападение, надо еще фамиляра сюда рядом подвести на фамиляра в другой позиции, вот он релокейт, а здесь просвета нету, просветка есть, лол, а почему так случилось? Немного не сыгрались, парни. Ну, а сена подстраховки сделала себе госскептер. Ну, если это считать демиджем, да, опять же, из Эриал Блейд, который будет появляться в адаптив страйк, это все очень круто, да, но ты же как бы перекачан в силу, демидж там не особо много, это все равно все на подсейф идет, чтобы спасать этого Эмбер Спирита, когда по нему дадут весь прокаст, и чтобы Тинни просто с руки не наваливал, чтобы регион Командер не била в дуэльке. Просто кидаешь из Эриал Блейд на того, кого сфокусили, и вот, спокойно. Здесь по факту только пауэршот может залететь, про Кастинни тоже неприятен будет, ну и Дизраптор самый, пожалуй, неприятный из всех тех, кто сейчас могут может неплохо так против Энза поиграть. Рошана ждут парня, Рошан появится вот совсем скоро, здесь буквально минутка осталась, даже меньше, секунд 40. Тайминг у них есть, поэтому на усе, я думаю, просто останется здесь, надо было реплику сделать, оставить здесь, самому пойти фармить, сверху находится Ува, здесь фамиляры не дают пропушить эту линию, да, ну и Рошан появляется. Мемберспирит сделал себе демонейдж еще один, не удивлюсь, если это будет второй, да и Даллас это будет правильное решение от Мемберспирита, можно, конечно, сделать БКБ, но, опять же, у тебя есть висп на подсейв, у тебя есть визаж с Олур Крестом, который в Арморе тебе точно не откажет, там у тебя будет 25, где-то пробивать тебя будет очень сложно с руки, а прокаст ты выдержишь сам по себе, потому что у тебя скадис статок до хрена. Продал он ботинки, как я понимаю, прикупил себе травела и сейчас выложил что? Выложил ТП-шку. Ну да, скорее всего, это было ТП, начнем у ТП, когда уже травела готовы Тинни, сейчас готов врываться на Квапу, Квапа получает полный рассказ и Тпаут отсюда и делает, ну вот так побаковал и убежал спокойно. Опять же, вниз стягиваются, под 1000 криты вылетают, крипы рядом и я думаю, сейчас Т3 все-таки будет падать. Вопрос в том, будут ли драться УВЗ эту сторону, потому что не хотелось бы сейчас принимать атаку. Регион-командер без артефактов уже давным-давно, он байбэк оставляет, да, здесь байбэков очень много, это, конечно, большой плюс сейчас и Тинни деньги свои не тратят, Регион-командер тоже с бабками, Ускар, Солар Крест, Финд Рейнджер, Миллиаров чуть не убил, Сфорт Арт, ну смотрите, одна, ой, куда ж ты в Сноуболе покатился, братуха, какая ошибка, заюзал, конечно, Сигиль, пошли одни фисты и, боже, Сфорт Арт, ну как так можно, и все, драка 4 в 5, она уже по факту выиграна командой Энза, пошел имперспирит разменивать Айгис, возвращается на Реминон, который стоял Капрон под Сайленсом находится, неужели погибнет, но, скорее всего, дотикает Шадоу Страйка, Соник Вейвпо, Легион-командер, Легионка падает тоже, хиляется Капрон там, преспирит, отхиливает его Вист, Т3, упала уже, байбек от Легионки, 25 секунд не будет, Тускар у него 1000 монет, не хватает, надо бы еще Анифисты откинуть, я думаю, Капрон изрезать, попробовать Линкен Сфера, падает, дают на Тине Орчит, статик Шторм поставили, статик Шторм вроде неплохой, но это всего лишь первая жизнь от Эмбер Спирита, Морф там Тинника забирает, все-таки, на Усеа, связали его с Квапой, неплохо, забили там дуэльку, Квапа просаживается, убивает Айгис, хорошо, байбек от Тине был сделан, Кён Командер падает после байбека, и, я думаю, это Джи-Джи, если Эмбер Спирит сейчас не подставится, не погибнет, Команджа очень много получает, успевает уйти на Реминант, рядом Висп, который подхиляет его, Милишный Барак упал, сторона потеряна, но как бы, что пытались сделать Энза, они сделали, они зашли, они сломали сторону, здесь Крипы в миде сломали, рейнджовый Барак, и Дейвится без двух сторон, крайне проблема, проблемна для Ува, опять же, с этим может справиться Тине, Тине ловит Квапу, засыпал Эвленджем её, пошла связка, но связка в Литкин с Фиэру, Сворд Арт, также рядом, Тускар начинает наваливать, там Тине погиб после байбека, да, Тине без байбека, минус четыре, ну зачем же вы пошли инициировать дальше, ребят, Good Game will play, первая карта заканчивается, у нас будет пару минут паузы, я думаю, вот, сейчас пацаны отдохнут, переведут дух, мы с вами тоже отдохнём, уйдём на короткую рекламно-музыкальную паузу, подпишись пока что на наши социальные сети vk.com.slot.sl.tv, sltv.tour, также подписывайтесь на мой личный пауз ВКонтакте vk.com.slash.sparu.tv, запись всех игр сегодняшнего, завтрашнего и последующих игровых дней вы найдёте там, так же, как и на YouTube-канале, вот, музыка, не скучаем, не расходимся, вторая карта между этими командами через пятеро-семь минут, кстати, не скучайте, «Граждый пауз массаж» Продолжение следует...